Музыка Поэтому хочу сказать со стороны Министерства здравоохранения, значит, так, и врачей нужно отметить, что впервые так произошло вообще в Республике Калмыкия, когда, в общем-то, одним махом накрыло не только Республику, но всю планету, да, всю планету, да, всю накрыло, значит. И когда впервые мы столкнулись с такой вещью, значит, так, вот сам подход, он, конечно, был ошарашен, многие были, и на региональном, и на федеральном уровне. Значит, когда во время выбора главы Республики, значит, мы приехали к депутату, вы об этом прекрасно знаете, когда спросили, мол, подписаться, значит, за нашего депутата, а он говорит, а что это, нужно подписываться-то, говорит. А потом, ну, вы же депутат, как я депутат? То есть депутат избранный, он даже не знал, что он избранный. То есть четыре года он депутат, а он до сих пор, как бы, человек не знает. И такие случаи есть. КТК, значит, труба, которая идет, там, значит, и со спутника смотрят, охрана целая ходит, значит, там, значит, ведут до 5,5 тысяч километров, значит, нефтепроводы, значит, и газопроводы, охраняют, как будто атомную электростанцию. Тут, значит, вода, которая сегодня для Республики Калмыкия является источником жизни, например, да, людей, ее разворовывают на ходу и сегодня говорят, мы ничего не можем сделать. Ну, конечно, обнуление. Ну, для меня, например, это неприемлемо. Значит, половина сразу четко, ясно сказали, что мы голосовать за те поправки, которые вошли на сегодняшний день, за Конституцию не будем. Мы сегодня четко, ясно тогда... Мы не будем голосовать, или мы будем голосовать? Нет, нет, я прошу прощения. Мы будем голосовать, но мы будем против голосовать. Мы не поддерживать, не будем, это точно. У нас, например, вот, где была Площадь Победы, да, проводили митинги все, в общем-то, на сегодняшний день там идет строительство идет, я думаю, наверное, до осени они будут строить. А после осени вполне возможно, что примут решение в другом месте проводить митинги. Скажут, там будет площадь, она предназначена для празднования, закроют ее, значит, так, там поставят, значит, какую-то военную технику, березут какую-то, поставят туда, городят, скажут, это музей, там нельзя проводить, соответственно, законность. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем цикл наших передач. Сегодня у нас в студии заместитель председателя Народного Хурала, руководитель фракции КПРФ в Хурале и... Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Народного Хурала, руководитель местного отделения КПРФ Николай Днеевич Нуров. Николай Днеевич, у нас пандемия, знаете, да, кризис. Как вы, вот, вы, как заместитель председателя Народного Хурала, оцените деятельность нашего министерства здравоохранения, ну, власти в период пандемии. Ну, что, очень актуальная у нас проблема на сегодня, да, были и заражения, и летальные исходы. Хотел бы услышать ваш вопрос. Я бы хотел, вот, сразу, предваряя ваш вопрос и мой ответ, хочу сказать, что, например, я бы разделил на два этапа, то есть, вернее, на две стороны. Одна сторона, которая, значит, как бы должна заниматься пандемией, значит, так, и проводить, значит, и государственную политику, значит, и на республиканском уровне, а вторая сторона, для кого это проводится, то есть, те люди, которые, в общем-то, для, вернее, для кого проводятся. Поэтому хочу сказать, со стороны, вот, министерства здравоохранения, значит, так, и врачей, нужно отметить, что впервые так произошло вообще в республике Калмыкия, когда, в общем-то, одним махом накрыло не только республику, но всю планету, да, всю планету, да, все накрыло, значит, и когда впервые мы столкнулись с такой вещью, значит, так, вот, сам подход, он, конечно, был ошарашен, многие были, и на региональном, и на федеральном уровне. Тем не менее, значит, с учетом того, что к этому подключились неравнодушные люди, в общем-то, да, а в первую очередь это само население. Они понимали, что только вместе мы сможем сделать, помогая друг другу, поддерживая друг другу. Это первое, впервые произошло, что ли, таким образом, что люди сами начали заниматься. Здравоохранение, конечно, впервые произошло такое, что они впервые встретились с такой пандемией, значит, так, ковидом-19, и, естественно, конечно, сложность была, но на сегодняшний день могу сказать, что, по крайней мере, претензии к каким-то врачам, условно говоря, на каком-то уровне, значит, я бы, например, не предъявил бы. Но хочу сказать, что само здравоохранение, это не только Республика Калмыкия, а это, естественно, здравоохранение Российской Федерации, естественно, конечно, связано с бюджетом. То есть, когда деньги не ушли, пришли, где-то там болтается. Ну, примером, вы можете, может быть, те вот оплаты для медиков, которые работают, вот, скажем, с заболевшими. Почему тогда, если человек, значит, взять скорую помощь, если, например, они, значит, привезли, условно говоря, за неделю, да, два человека, значит, вот, а там сделал норматив, якобы, вот, за два человека мы тебе заплатим там по тысяче, полторы тысячи. Ну, я так факт говорю, я, может быть, она и в Республике не была, но, в принципе, на территории Российской Федерации. Пока будет не мешал, не мешал. Поэтому это вполне возможно. Потом, например, там проблема была, знаете, с санитарками. На мой взгляд, я считаю, что все люди, которые хоть один, хоть два там привез, хоть там постоял, значит, в общей палате, значит, заболевшим человеком, все они должны получать, потому что они подвергаются риску. И сегодня, когда человек подверг, может быть, он зашел в палату и вышел, значит, и достаточно того, чтобы заразиться. Я хочу один пример перевести в 60-е годы, значит, получилось так, что в СССР, когда, о да, завез, значит, один из ученых, значит, который выезжал за границу, завез ОСПУ, значит, и вы представляете себе, это был такой речащий случай, когда, значит, и власть полностью, значит, все от отрасли, считая, значит, и силовые структуры, здравоохранение, и сами люди, которые, в общем-то, подвержены были этому, они просто в одну... И буквально, вы знаете, да, значит, где-то в течение, значит, несколько часов, в течение недели, все это было локализовано, значит, проверены, значит, десятки тысяч людей, значит, и локализовано. После этого, значит, в принципе, на мировом сообществе, значит, и ВОЗ, значит, принял, да, объяснил, что в СССР, значит, здравоохранение, и, естественно, конечно, само правительство и руководство, значит, обеспечило, чтобы вот этой пандемии, в общем-то, не было. Естественно, конечно, тогда был и пример. Потом, вы знаете, что прививать, значит, вакцины в ОСПУ начали во всем мире принимать, и... После опыта. После опыта, да, и, в принципе, одна из болезней, значит, которая полностью на планете была погашена, она придавлена, значит, это ОСПУ, остальное, по крайней мере, так до сих пор как бы живет, и мы, к сожалению, например, увидим, что и новые вирусы появляются, новые микробы, мы должны быть готовы сесть, конечно. Я хочу сказать, что оценить, вот, я отдельно не хочу там, но, по крайней мере, выделить здравоохранение на сегодняшний день, еще раз говорю, не руководитель здравоохранения, а все сообщество, значит, что они на сегодняшний день очень хорошо сделаны. Но другой вопрос, я про вторую сторону хотел бы сказать. Про население? Про население, значит, не всегда наши, значит, жители, наши земляки, в общем-то, относятся ответственно к этому. Если идешь когда по городу и видишь, что, например, молодые люди, в основном, конечно, молодые люди, идут, значит, без перчаток, без этого, значит, на ходу пьют пиво, там, курят и так далее, и так далее, и, конечно, это, они подвергают себе опасности. Второй вопрос, когда, например, в конгломерате домов, в квартале, значит, там, значит, выводят детей, ну, понятно, что это сложно, но в любом случае ответственности родителей и тех людей, которые отвечают за детей, значит, на грамоте ответственность заболеть-то в любом случае может быть. Поэтому, значит, вот, на мой взгляд, мне кажется, безответственные действия, ну, некоторых наших земляков, например, ну, я говорю, я скажу, некоторых, ну, не связываете ли вы это, безответственные действия населения, с отсутствием авторитета власти, которая призывает сидеть дома, все это, потому что, я вам скажу, я вот сам видел, первые две недели мы сидели дома, потом уже, а, и рукой махнули, и пошли, и их было очень много, может быть, вот, есть посты, есть мнение в соцсетях о том, что отсутствует авторитета власти, и люди их не слушают. Я бы не сказал так, авторитету власти, вообще, говорить, что если авторитету власти, это очень сложно. Почему? Потому что власть, по-моему, на протяжении всего века никогда авторитета не имела. То есть, хочу сказать, что, например, что значит власть? Это, естественно, та часть людей, которые сегодня, значит, руководят отраслями, значит, еще дело, император, царь, генеральный секретарь, значит, глава и так далее, и так далее, так ведь, да? Никогда, стопроцентно, чтобы, например, уважали власть, никогда не будет. Будут часть людей недовольны, будут часть людей поддерживающих, это было всегда так, значит. И в целом, например, говорить, что, например, авторитет власти не имеет, я, например, не могу, потому что есть же сторонники, например, сегодня той власти, которая находится, и у них есть сторонники. И есть противники, правильно? Единственное, хочу сказать, что недостаточно на том уровне, который сегодня существовало, во-первых, средства массовой информации, здесь, в общем-то, одна сторона сыграла, скажем, такую, там, были вбросы, значит, в интернете, значит, в Инстаграме, значит, такие вбросы были, такие панические, значит, так. Вот. Но они, кстати, они существуют, всегда будут существовать, значит. Задача власти, значит, это пресечь и четко, ясно давать указания, каким образом вести себя, значит, так, подключать туда те властные структуры, которые отвечают вообще за действия. Это, в том числе, силовые структуры, здравоохранение, значит, Министерство образования, ну, и так далее, и так далее, которые непосредственно, в соответствии с законом, должны обеспечивать безопасность людей на сегодняшний день. А так, я хочу сказать, если говорить о том, что власть полностью, да, сегодня обеспечивает, то, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, да, так, безусловно, это не скажешь. Мы знаем с вами, я, скажи, первый секретарь райкома, и мы сейчас, у нас выборы в районном муниципальном образовании, ну, и в сельском муниципальном образовании, как наша партия, как коммунисты готовятся, какие миры предпринимают, в тексте, послушайте об этом. С учетом того опыта, который был у нас в прошлом году, при прохождении муниципального фильтра, все об этом знают, я думаю, что это интересный вопрос. Ну, первое, значит, фракция сегодня, значит, в плане законовольческой работы в Хурале, значит, на этот год, она запланировала несколько, ряд, значит, инициатив законодательных, значит, и поправок к законам. Вот, одно из них является, значит, снижение муниципального фильтра до 5%. А в связи с пандемией мы вот следующий... А, то есть это у вас уже... Да. Мы подготовили, значит, мы хотим снизить его до 5%, значит, так, вот. А там, как дальше уже на местном уровне, да, уже в уставах будет, уже будет, это уже будет принимать на, как говорится, район. Это когда будет, например, условно говоря, главы районных администраций, если будут они, например, там, к этому идти, значит, у них будет меньше манипуляций для того, чтобы, значит, перекрыть всех. Что касается выборов, в этом году повсеместный выбор Республики Калмыкия муниципальные, это районно-муниципальные образования, значит, сельско-муниципальные образования, будет по-новому, будут, значит, создаваться новые созывы. Естественно, конечно, мы в прошлом году, как вы помните, мы уже собрали совещание, и на сегодняшний день, несмотря даже на пандемию, которая сегодня, значит, самоизоляция и карантин, мы, естественно, конечно, работаем, в удаленке работаем, но, тем не менее, мы с первыми секретарями находимся, скажем, в контакте, и на сегодняшний день люди работают. Сегодня подобраны кандидатуры, которые на сегодняшний день в районном муниципальном образовании, мы почти завершили подборку кандидатов. Сегодня идет работа кадровых комиссий, которые рассматривают все кандидатуры, которые пойдут на утверждение, значит, и уже будут представляться в списках или же там в одномандатных кругах. Есть проблемы сельские муниципальные образования, но это с учетом того, что, например, их больше, во-первых, больше двухсотных сельских муниципальных образований. А второе, это, естественно, и, конечно, лишь с людьми. Не скрой, я вам открыто скажу, например, что многие вообще идти депутатами не хотят. Почему? Ну, во-первых, по всей видимости, вот в последнее время, значит, к тем депутатам, которые, по крайней мере, я хочу сказать о тех депутатах, которые избраны, значит, от имени КПРФ, от реверканского отделения, наших местных отделений, значит, вполне возможно, что они, в общем-то, разочарованы, я открыто говорю. Они разочарованы своей деятельностью, почему? Потому что, во-первых, они ничего не решают, значит, никаких документов они там не принимают, значит, вплоть до того, что вполне возможно, а у нас были случаи, когда вообще депутатов не собирают, вообще не собирают, а принимают, я имею в виду сельских муниципальных образований, а принимают какие-то решения, выдавая о том, что депутаты собрались и ушли. Такие случаи есть. Формально. Формально, да. Плоть до того, что, вы знаете, случай был, когда, значит, когда во время выбора главы республики, значит, мы приехали к депутату, вы об этом прекрасно знаете, кстати, когда спросили, мол, подписаться, значит, за нашего депутата, а он говорит, а что, это нужно подписываться-то теперь? А потом, ну уж депутат, как я депутат? То есть депутат избранный, он даже не знал, что он избранный. То есть четыре года он депутат, а он до сих пор, как бы, человек не знает. И такие случаи есть. Поэтому, говорю, есть трудности. Если формально подходить, то любого человека можно вставить, он туда вообще не ходит, никогда не участвует, значит, в собрании депутатов. И, в принципе, даже, как здесь не подошли к нему и сказали. Ну, мы знаем, там человек стоял рядом, как, что депутат, ну, по сей единой мысли там специалист, видимо, или кто там начал подсказывать, там, и все остальное. К сожалению, вот эти формальные подходы, еще раз подчеркиваю, формальные подходы, значит, при формировании сельско-муниципальных образований, депутатов сельско-муниципального образования, значит, они дают повод, причину для того, чтобы люди вообще не шли избираться, значит, в депутаты, муниципальные депутаты. То есть, мы подорвали тот авторитет, который существует, и который должен... Почему? Почему они говорят, мы ничего не решаем, зачем идти у депутатов? Ну, да. Ну, вот, знаете, вот я считаю, что все-таки это неправильно. Неправильно, почему? Потому что сельская территория, она должна управляться, и на сельской территории, в соответствии с законом, значит, так, Российской Федерации, значит, они имеют право принимать любые решения на основании устава, значит, на основании федерального закона. И если, например, конечно, если власть подбирает тех людей, которым угодно, значит, им можно даже его не приглашать, конечно, так будет. А рядом стоят, вот вы, например, стоите рядом. Ну, почему допускаете такие вещи? Я считаю, что проблема отсутствует образование и, ну, самоопознание, что люди не хотят... Вы знаете, я не думаю, что, например, образование, да, вот образование является приоритетом, значит, так, или критерием, например, чтобы он стал депутатом. Нет, я имею в виду высшее образование, а образованность вот именно в этом смысле. А, ну, политическое. Политическое, чтобы, знаете, там участвовать. Я, например, считаю, у нас есть депутаты без образования и все остальное, но они, во-первых, авторитетны у себя на территории, значит, в сельском поселении, и к ним прислушиваются, значит, и более того... И активны они. Да, и они активны. Но всегда бывает так, если, например, он недопонимает многие вещи, у них есть возможность проконсультироваться и спросить, как это сделать. У нас для этого существует служба юридическая, есть и первый секретарь в районе, и депутаты более опытные. Поэтому необходимо. А так, что в этом году выборы, я думаю, что после 15 июня, в соответствии с законом, районы муниципального образования, на уровне районов муниципального образования, те учреждения, которые должны объявить выборы, это и сельское собрание депутатов, сельских районов, они должны уже 23-го, по-моему, последний срок, с 15 по 23-й, они должны объявить выборы в каждом муниципальном образовании. Поэтому я пользуюсь случаем, хочу обратиться и ко всем нашим землякам, соратникам, членам, сочувствующим, которые сегодня будут. Если у вас есть, скажем, такая причина для того, чтобы пойти в депутаты, изменить ситуацию на своей территории, ради бога, мы готовы рассмотреть, значит, те кандидатуры, потому что мы не всех знаем. И я хочу откровенно сказать, у нас не во всех населенных пунктах есть, значит, первичные партийные отделения. К сожалению, например, есть такие пункты, и даже и довольно-таки крупные, особенно на западе у нас, республики, значит, в районах, там есть крупные такие сельские поселения, на которых, значит, один портработник, да, который там ведет работу и все. К сожалению, есть такое, значит, поэтому я думаю, что у нас дверь открыта для всех. Если человек такое горячее сердце у него, значит, так, и самое главное, у него есть стремление, значит, изменить что-то, значит, так, лучшую сторону для своих земляков, для близких своих, пожалуйста, мы готовы открыто рассмотреть. Ну, можно обратиться в райком или в райком, и рассмотреть вашу кандидатуру. Последний сам водовод мы ввели из чужой территории, правильно ведь, да? Не довели, которого не довели. Но почему-то молчат луки. У нас есть два района, это экономически самые сильные районы были, так? И второе, значит, там могли производить, и там могли перерабатывать промышленность, там могла быть вода, и мы вглубь степи завели воду, и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю, я еще раз говорю, я не националист, я вырос, родился в Астраханской области, вырос, вы понимаете, в совершенно другой среде, и в школу пошел туда. У меня вообще к астраханцам отношение самое так хорошее, хотя у меня родители, отец мой, значит, он является, значит, ильючинским, выходом с ильючинского рода. Но, тем не менее, значит, я хочу сегодня, если подходить по государственным, значит, так, мы должны вопрос ставить так. Ну, хорошо, мы сегодня не будем поднимать этот вопрос. Тогда не говорите, где же вадь брать воду, вы нам должны ее сюда продлить. То есть, или с Волги мы должны сюда завесить, подать сюда воду, значит, так, или же где-то с другой, или же делать, например, вопрос оккультуривать, капитальный ремонт делать водохранилище, значит, Чаграйского, значит, сюда запустить воду, чтобы не было проблем. Эта проблема идет в 60-е годы, они все время плачут, говорят, говорят, значит, но этот вопрос не разрешается. Если бы хотели разрешить, то вопросов нет. Нет, сегодня для потребления, значит, воды... То есть, или дайте нам два района, или дайте нам воду, так? Нет, не так, не так. Вопрос должен бы стоять. У нас были и существовали водные ресурсы, к сожалению, тогда получилось, что в 43-м году они ушли, и все. Но на сегодня день, если вы говорите, что нет воды, и мы не можем этот вопрос решить, значит, это решается легко. Северный групповой водопровод, который, значит, разворовали, он же был новый, совершенно водопроводный, значит, его все равно разворовали. Кто разворовал? Мы сами разворовали. Более того, он еще был, значит, на федеральном уровне, значит, так? Сегодня хотят тот водопровод, который не достроили, передать его нам на баланс и сказали, вот вы и сами... Вам нужна вода, вы сами делаете. Это неправильный подход. Вы меня извините, вы ее ведете с определенной территории, значит, завтра в шагу случится, они нам перекроют, сказать, и не будет вам воды. Так нельзя делать. Он должен оставаться на федеральном уровне, значит, так. Там должна быть федеральная структура, значит, так. Потому что вода на сегодняшний день, так, почему-то нефть, вот этот КТК, значит, труба, которая идет, там, значит, и со спутника смотрят, охрана целая ходит, значит. Там, значит, ведут до 5,5 тысяч километров, значит, нефтепроводы, значит, и газопроводы, охраняют, как будто атомную электростанцию. Тут, значит, вода, которая сегодня для республик Калмыкия является источником жизни, например, да, людей, ее разворовывают на ходу и сегодня говорят, мы ничего не можем сделать. Ну, как так? И этот вопрос, он должен же быть, не надо человеку, который сегодня работает в этом отношении, я не хочу сказать, и главе республики, значит, так, и исполнительному органу, значит, так этот вопрос необходимо ставить конкретно. То есть не просто дайте мне, нельзя так вообще подходить, это не по государству подходит. Для того, чтобы дайте мне, вы должны подготовить обоснованные предложения для того, чтобы правительство это приняло. А то сегодня мы водовод вели, водохранилище вели и так далее, и так далее, на сегодняшний день на улице 40 градусов жары, значит, так, а у нас ничего нет. Вы знаете о том, что сегодня вот буквально через неделю, через две начнутся проблемы по Гебрунскому району и по Привитинскому району. Я говорю, почему? А потому что сейчас вот хамур, значит, пересохнет, и дивное перекроет, сейчас замкнет, замкнет, дивную воду не буду давать, значит, так? А ростовщаяница с колодцей все позакрывает, значит, а у Гебрунскому району вообще нету на сегодняшний день воды. Поэтому в этом отношении должен быть подход такой, мы должны предложить сами сделать, четко, ясно сказать, мы не просим у вас там подачки и все остальное. Все, что, например, мы получим, мы вернем вам шерстью, мясом, значит, так, продукцией животноводства. Так ведь, да? Овощеводство. Ну, для чего? Конечно. И, естественно, конечно, воду, воду на сегодняшний день, она первостепенная водоснабжение, ей необходимо непосредственно заниматься, четко, ясно, подключаться всем. И депутатам, и правительству, и главе, значит, и так, и нашим сенаторам, которые сидят в этом, значит, два человека сидят в этом, в Совете Федерации, значит, и депутатам Государственной Думы, которые от нас находятся. Ну, вот сколько, 30 лет уже в новой России живем, до сих пор вопросов-то не решается. И мы все время, вот, стонем, плачем, мы говорим, что нет воды, не можем сделать, нужны средства, нужны деньги, все. Так просто нам деньги никто не будет выделять. Необходимо четко, ясно говорить, что мы, вот, например, здесь берем деньги, на течение, значит, 10 лет строим и все остальное, потом, значит, дальше мы будем отдавать продукции или чем-то еще. Привневаюсь. Знаете, вот, ну, давайте, вот, с региона чуть уйдем. Поправьте Конституцию. Вот, вот, скоро у нас начинается голосование по поправкам в Конституцию. Хотел бы узнать позицию КПРФ по поправкам, как центрального комитета, так и на региональном уровне. Что вы скажете? Вот, я... Спасибо, спасибо за вопрос. И второй вопрос, вот, что делать людям? Идти голосовать, не идти голосовать, идти голосовать против, что рекомендуют партия? На сегодняшний день, вы знаете, буквально, значит, три дня тому назад, значит, центральный комитет, президент Центрального комитета, значит, сделал заявление, вот, и где-то принято решение, что мы поправки Конституции поддерживать не будем. Коммунисты не поддерживают? Коммунисты не будут поддерживать. На сегодня, насколько я знаю, готовится документ, постановление, по которому уйдут, значит, во все республиканские областные краевые комитеты, на котором будет решение подчеркнуть, что коммунисты не поддерживают. И мы будем обращаться к своим сторонникам, мы предлагаем альтернативное голосование провести в тех помещениях, где у нас есть в районах, значит, и в республике Калмыкия, на территории Иллистинского городского комитета, городского комитета, значит, мы проведем, значит, альтернативное голосование, которое... Да, сверечь поправки Конституции, естественно, конечно, это 1 июля, как и было объявлено, значит, мы проведем там, и я обращаюсь ко всем нашим, значит, землякам, если такая возможность, мы дадим адреса, дадим, значит, телефоны, дадим, значит, место, адреса, место, где будет, значит, где будет проводиться выбор, то есть они приходят, будет определен сам. Электронно тоже можно голосовать? Ну, мы сейчас продумаем, дело в том, что там есть сложности, вот, поэтому альтернативное будем проводить. Что касается, например, почему так произошло, значит, так, вроде бы, как бы и поддерживали там, да, мы надеялись на то, мы более 180 поправок несли Компартии, в том числе, значит, и республиканское Компартия, коммунистическое отделение, вернее. Более 15 поправок, это были серьезные поправки, значит, так, часть, как бы, скажем, для того, чтобы нас прикрыть, там, они, в принципе, ввели, естественно. Ну, самые основополагающие, да, вещи, которые мы предлагали, ну, в первую очередь, например, мы говорим, необходимо национализация, значит, главных отраслей, значит, экономики, которые должны будут под контролем государства находиться, значит, ну, к сожалению, не произошло. Мы говорим о том, что, например, все сырьевые ресурсы, значит, которые должны добываться на территории Российской Федерации, они должны были находиться в государстве, естественно, конечно. И тогда бы не было, значит, повышения пенсии, тогда бы не было, значит, проблемы, значит, с детьми войны, которым сегодня, бедным, значит, не можем мы определить пенсию, да, сказать там, чтобы они, как ветераны Великой Отечественной, тоже получали ее, и так далее, и так далее. Деньги есть. Вот на сегодняшний день, в принципе, на остатках государственных предприятий, на остатках коммерческих предприятий, в банках, на счетах, значит, лежит 75 триллионов рублей. К сожалению. Ну, естественно, ничего говорить о том, что, например, Центральный банк на сегодняшний день не подчиняется ни правительству, ни главе, он отдельное государство. Что хочется делать. Ну да, на сегодняшний день так. Поэтому говорить о том, что у нас нет денег, мне казалось бы, это преждевременно, и с одной стороны, это, как бы, знаете, ну, нечестно говорить об этом. И, естественно, конечно, вот те поправки, которые, в общем-то, мы предлагали, они не вошли. Не вошли, значит, и мы долго, мы долго дискутировали на эту тему. Я хочу сказать, что более 85, значит, у нас партийных организаций, региональных, республиканских, областных, значит, половина сразу четко, ясно сказали, что мы голосовать за те поправки, которые вошли на сегодняшний день за Конституцию не будем. Мы сегодня четко, ясно тогда... То есть мы не будем голосовать или мы будем голосовать? Нет, я прошу прощения. Мы будем голосовать, но мы будем против голосовать. Мы не поддерживать, не будем, это точно. Мы предлагали собрать Конституционное собрание в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Собрать Конституционное собрание, провести, значит, ту работу, которая необходима. И второе, значит, на основании это провести референдум, а не голосование. Вообще голосование в правовом поле, значит, вообще нет такого понятия. Впервые такое? Ну, такое впервые вообще. Более того, вы знаете о том, что буквально недавно, на днях, выступила Панфилова, и четко, ясно, на конференции сказала о том, что это формальность. То, что Госдума приняла, Совет Федерации принял, значит... Конституционный суд одобрил. Да, Конституционный суд одобрил. То есть по правовому полю мы сделали все правильно, и оно уже вошло в силу. А это формальность. Это Советы Союзнародного. Ну да, как бы Советы, или еще что-то, я, честно говоря, не знаю. Поэтому, значит, это, естественно, возмутило и всколыхнуло всех людей. Они говорят, ну что такое, ну что, бараны, что ли, стадо, в конце концов, таким образом, значит, так, нас... Ну, и приняли, приняли, тогда зачем? У нас, согласен, спрашивайте. И это один вопрос. Естественно, конечно, на фоне этого дискурсии, которые произошли в партии, значит, вот президент Совет Федерации принял такое заявление. Значит, мы, в общем, на сегодняшний день пришли к выводу, что бойкотировать, значит, голосование не надо. Надо все равно добиваться и идти работать. Хоть ты один там, но все равно надо, чтобы голос твой слышал. Второе, значит, необходимо прийти на участки, значит, или там через интернет, или каким-то образом еще. Необходимо, чтобы твой голос был учтен. Но он учтен каким образом? Твое решение, оно должно быть там, в протоколе. То есть ты должен прийти и проголосовать против, если ты не хочешь. Отсидеться дома, значит, ну, прекрасно понимаете, что... Как там 65%, по-моему, или 70% должны прийти на курном 60% или 50%, и из них на 70% должны проголосовать. В том числе, если вы не придете, конечно, ваш голос будет там. Ну, к сожалению, вот выборы, которые проходят у нас в Калмыкии, они дают нам, скажем, возможность так судить. Почему? Потому что мы знаем, как это происходит. Как ни крути, они это сделают. Но я думаю, нужно показать хотя бы... Более того, дело в том, что наблюдателей-то не будет. На сегодняшний день я хочу вам сказать, что у меня был разговор, значит, председатель общественной палаты нашей республики, Холхиново, значит, так. Он действительно сказал мне, да, можно, говорит, наблюдатели. Единственное, что вы с нами должны соглашение, значит, подписать, значит. И на основании этого мы возьмем списки и как бы можем направить. То есть нам не отказали. И сегодня... Не, информация проходила, что могут политические политики. Да, вот. И он, он мне сегодня подтвердил. Только единственное, необходимо подписать соглашение. И все, если, конечно, на местах, кто хочет там помочь, поучаствовать, вот в этом, ради бога, пожалуйста, мы можем... Присоединяясь. Мы можем проконтролировать. Что, Неважно, спасибо. Недавно в соцсетях такое было очень интересное выступление Александра Азимбаума. По закону идентификации, цифровизации, там, она будет при... Госдума тихоря приняло, даже никто не заметил. Я бы хотел услышать, как вашу оценку, как опытного политика. Значит, ну, насколько я знаю, коммунисты проголосовали против государственной дроби, против этого закона. А вот закон это был внесен в ноябре прошлого года. И почему, вы же понимаете, почему приняли эти вот... Коронавирус начался под шумок, значит, никто, чтобы не знал, ничего не делал. А так, жаркие дискурсии шли. Я хочу сказать, что, в общем-то, в принципе, тогда, когда шли сами дебаты в отношении этих законов, значит, в первом, втором, значит, а потом в мае, по-моему, да, или в апреле приняли в третьем чтении, иногда были противников было больше. Каким образом уговорили, ну, вы понимаете, чье большинство там, и, в общем-то, вопросов здесь не возникает. Ну, коммунисты проголосовали против. Я считаю, например, мое личное мнение, естественно, конечно, отрицательное. У нас достаточно иметь паспорт. У нас достаточно, что мы, например, прописаны. У нас достаточно, что мы, например, в жилищно-коммунальных услугах, например, все наши фамилии, вплоть до детей, у нас все записано. Нас достаточно для того, что мы имеем удостоверение, значит, зеленые смелцы на каждого человека в Российской Федерации. Как он родился, так на него заводится смелся. Куда еще? А вопрос уже, когда будет цифровизация и кодирование, и генетические коды какие-то будут, ну, это же вопрос уже, ну, не знаю. Я, например, вот не верующий человек, да, но я не безбожник. Я, например, считаю, что, в общем-то, с одной стороны, конечно, чисто вот так вот, раз, ну, каким образом вы должны, получается, вы все время, круглые сутки, 24 часа, находитесь в постоянной контроле. Тотальный контроле. Ну, да, это, получается, тотальный контрол. Если то, что, например, на сегодняшний день, я, например, честно говоря, я цикона даже не видел, честно скажу, значит, и, естественно, конечно, для человека это, конечно, ужасно. То есть, буквально свобода будет перекрыта. Ну, как, вы будете ходить, но за вами все равно будут контролировать. Я так понимаю. Естественно, конечно, и мы провели, значит, дискурсии на уровне, значит, фракции, значит, в Государственном Думе, потом мы созванивались, и ВКС в виде конференции, значит, была, и нам сказали объяснение, короче, ну, если он уже подписал, то, естественно, закон входит в силу. Ну, мне кажется, знаете, что, вот последнее время, последние десятилетия, значит, свободу слова вообще у нас в Российской Федерации, они понимают так, что если, например, вводится нацгвардия, потом все митинги, которые должны происходить в соответствии с Конституцией, например, я имею право сказать, значит, вот, да, вот на сегодняшний день, вот даже взять пример Республик Калмыкия, у нас, например, вот, где была Площадь Победы, да, проводили митинги все, в общем-то, на сегодняшний день там идет, строительство идет, я думаю, наверное, до осени они будут строить, а после осени вполне возможно, что примут решение в другом месте проводить митинги, скажут, там будет площадь, она предназначена для празднования, закроют ее, значит, и так, там поставить, значит, какую-то военную технику, березут какую-то, поставят туда, городят, скажут, это музей, там нельзя проводить в соответствии с законом, значит. Музей еще нельзя ходить там. Да, нет, ну, это соответствии с законом, музей нельзя проводить. На мотодроме? На мотодроме, пожалуйста, не на мотодроме, но, может, на ипподроме даже, пожалуйста, там проводите, вот, ну, поэтому на сегодняшний день говорить, вот эти вот все методы, которые сегодня, по ним уже, вы знаете, и людей привлекают, значит, на сегодня появилась, значит, информация о том, что людей, которые высказывались в соцсетях, в соцсетях, ну, я, конечно, противник того, чтобы вообще людей обзывать там, да, и некультурно, и все. Кстати, я хочу вам замечание сделать, да, когда, значит, проводились митинги, там, оппозиционные какие-то, многие товарищи, которые, в общем-то, отвечают за эти митинги, да, выступали когда, значит, допускали такие месяцы, там, значит, нецензурная брань была, значит, ну, разве так можно? Если вы в политике, значит, у вас что, нет других слов и доводов? Если у вас других слов и доводов нет, зачем идти тогда в политику, значит, так нельзя делать? Значит, это, во-первых, во-вторых, какие-то были националистические какие-то выпады были, значит, ну, вы меня извините, там же стоят люди, не все поддерживающие, почему вы, как бы, даже и подставляете их туда? Да. Поэтому я считаю, что должен быть такой диалог, если вы хотите, чтобы диалог был, он должен быть идти на нормальном человеческом, конструктивном языке, и тогда будет нормально. А так, я, например, считаю, то, что, например, сейчас происходит, конечно, это урезание свободы прав человека, значит, свободы слова, думаю, что в этом для нас, например, для Компартии это вообще неприемлемо. Есть конституция. В соответствии с конституцией необходимо начать на сегодняшний день. Ну, если вы уже говорите, то у нас на сегодняшний день, по-моему, и конституции тогда, получается, нет, в связи с тем, что она обрезана, там многие вещи, значит, введены. Вот. Ну, тут объективно говорить, естественно, конечно, много там поправок, которые унесли, они, конечно, имеют право жить и участвуют. Какая из поправок у вас больше всего возмущает? Ну, конечно, обнуление. Ну, для меня, например, это неприемлемо, когда руководитель страны, авторитетный политик, не просто на уровне Российской Федерации, а на мировой арене, он является одним из первых политиков, которые делают, в общем-то, на международном уровне, к которому он прислушивается, к которому многие вещи он сказал, что он не будет, не пойдет на такой срок. А потом само, знаете, вот это внесение поправок было, знаете, каким-то таким... Такого уровня человек не может так это сделать. Я понимаю, что Валентина Терешкова, значит, ее там попросили, все. Может быть, она искренне даже сказала. Вполне возможно, что она искренне так считает. Ну, сказано, сказано, значит. И, естественно, конечно, это... Я не думаю, что это есть хорошо. Ну, что касается Штыгашева, да, председателя Верховного Совета Хакасии, я уже сказал, что партия приняла такое решение, ну, и она ее принимает. Это ее право. В принципе, это члены Единой России, хотя я знаю, что он коммунистом был всю жизнь. Его высказывания, как я уже отметил, что они, значит, должны быть рассмотрены в суде, или, значит, в мировом суде, значит, или в общегражданском суде, значит, ему должна быть дата оценка. Это однозначно. Потому что человек ясно, четко изложил свою мысль и сказал, значит, о том, что 200 тысяч человек, значит, калмыки вырезали, значит, я, тем более, он еще не назвал, в какой период это все случилось, значит, непонятно. Ну, он говорит о том, что из-за этого нас как бы и высели. Хотя все прекрасно знают на официальном уровне, сколько калмыков, значит, воевало на стороне немцев в Верхмате, значит, так, и сколько было цивильных людей, которые ушли вместе с этими, значит, коллаборационистами. Поэтому я не знаю, почему воспринимаются такие вещи. Хотя я хочу сказать, что в средствах массовой информации и, скажем, на пространстве интернета нередко высказывают, и там официальные газеты говорят, там 15 тысяч было, значит, калмыков, значит, есть такой писатель, ой, из головы вылетело, значит, так, где, говорит он, о 30 тысяч калмыков, которые валили. То есть разные, но официальное лицо, значит, тем более, что у нас с хакасским народом, значит, так, джунгарское ханство, при джунгарском ханстве, они входили в состав, значит, джунгарского ханства, значит, у них история, значит, у нас общая, значит, говорить об этом, значит, тем более голословно. Если не голословно, тогда скажите нам, что есть такие цифры, есть архивные документы, и я несу за это ответственность. Я вам скажу, если надо будет в суде, я все это раскрою. К сожалению, этого не произошло. Поэтому я считаю, что наш, будем говорить так, уважаемый старейшина или неуважаемый старейшина, в этом отношении должен нести ответственность. А как партия решила, там уже, так сказать, решила. Ну и традиционно, Николаевич, что пожелаете нашим зрителям, подписчикам? Ну, первое, естественно, конечно, всегда я говорю, вот терпение, терпение не только, например, то, что происходит, коронавирус, самоизоляция, очень сложно, например. Я вот прекрасно понимаю наших стариков, которые сегодня заперти сидят, значит, и детишек наших, которые, вы представляете, понимаете, закрыты в многоквартирных домах, которые закрыли их, они бедные уже не знают, что это делать. Конечно, я думаю, что после 21-го произойдет, в такой же время невозможно просто сидеть, заболеть люди могут просто заболеть, и все, да. Естественно, конечно, хотелось терпения. И самое главное, чтобы все-таки после 21-го года мы все-таки вернулись, хотя бы как мы жили, то есть у нас была возможность, значит, гулять, ходить. И самое главное, я думаю, вот та поддержка власти и на федеральном, на республиканском университете дошла до каждого своего получателя, значит, так, и каждый смог их использовать для того, чтобы, например, наладить свою жизнь. И, естественно, конечно, здорово и удачи вам всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Николай Аднич. Ну, дорогие друзья, завершу. Спасибо.